Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Воодушевленные отличным результатом с броншвейской колбасой, которую мы готовили, ну, предыдущая наша колбаса по книге «Колбаса и мясокопчености» 1938 года, мы решили плотно взяться за сырокопченые колбасы. Сегодня будем готовить по этой же книге советскую колбасу высшего сорта, ну, так и называется, советская высшего сорта, сырокопченая колбаса. Для новых зрителей, для новых подписчиков немножко расскажу. Нам в руки где-то полгода назад попал альбом, предназначенный для работников колбасы мясной промышленности, называется «Колбаса и мясокопчености» книга авторства Аконникова, выпуска 1938 года. Потрясающая книга, и вот мы задались целью приготовить абсолютно все колбасы и мясокопчености по этой книге. Если кому-то интересно, оставляйте в комментариях свой имейл, и я вышлю вам PDF-файл со сканами этого альбома. Прекрасный иллюстрированный альбом с очень годными рецептами. А сейчас приступим к приготовлению советской сырокопченой колбасы высшего сорта по рецепту 1938 года, по ГОСТу 1938 года. Будет круто! Для приготовления этой колбаски нам понадобится 20 частей говядины, 50 частей нежирной свинины и 30 частей свиного шпика. То есть, если брать на килограмм сырья, то 200 грамм говядины, 500 грамм свинины и 300 грамм шпика. Для специй мы используем молотый кардамон, молотый белый перец и молотый душистый перец. Полностью текстовый рецепт со всеми пропорциями вы найдете в описании видео. Также для засолки нам понадобится сахар и нитритная соль. Тут мы немножко отступаем от оригинального рецепта, потому что в 1938 году мясо засаливали с помощью селитры. Мы будем засаливать с помощью нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. Используем 27 грамм соли на килограмм сырья, так как это сыровяленая колбаса. В нашем случае без нитритной соли обойтись никак нельзя, потому что нитрит натрия обеззараживает, убивает все бактерии, содержащиеся в мясе. И гарантирует нам получить продукт, после которого мы не получим никаких инфекционных заболеваний. Ну, качественный, вкусный продукт. Содержание, это нитрита натрия, совершенно безвредно, поэтому за это можно не переживать. Я очень часто об этом говорю. Также нитрит натрия нужен для сохранения цвета под продукт, чтобы мы получили не серую колбасу, а красивого красного цвета. Итак, приступим к засолке. Для этого смешаем нитритную соль с сахаром. Мясо нарежем кусочками. В принципе, чем мельче мы его режем, тем лучше оно просолится. Я вот так вот буду резать, вот такими кусочками, как на шашлык, грубо говоря, где-то 3-4 сантиметра. Сейчас нарежу все мясо, друзья, и вернусь к вам. Нарезали все мяско, теперь берем посудину, ну, можно кастрюльку, и вот так вот частями закидываем туда мяско и пересыпаем солью. Нам важно, чтобы мясо засолилось очень равномерно. Поэтому соль, сейчас отрежу кошке кусочек мяска, говядинки, кс-кс-кс-кс, будешь говядинку? Будешь? Будешь, ой, как будешь говядинку. Мясо солим вместе. И пока я солю мясо, расскажу про шпик. Шпик надо подморозить, ну, охладить хорошо, чуть-чуть подморозить, то есть замораживать не надо. И нарезать мелкими кусочками, желательно размером вот миллиметра два, то есть очень мелкими. Пока он не подмороженный, мы такого сделать не сможем. Поэтому, естественно, подмораживаем его. И отставляем в сторону. Ну, мы его сейчас подморозим, а нарежем уже непосредственно перед приготовлением. Специи нам тоже пока не понадобятся. Мясо хорошенько перемешиваем в емкости, в которой мы засаливаем. Важно, чтобы соль покрыла каждый кусочек мяса. То есть хорошо перемешиваем. Утрамбовываем все это. Вот таким вот образом. Пусть оно будет утрамбовано, чтобы там поменьше воздуха осталось. И отправляем на пять суток в холодильник. Причем в холодильник на нижнюю полку, там где попрохладнее. То есть хорошая температура будет 3-5 градусов. Поэтому вот так вот оттрамбовали его. И пусть оно у нас засоливается. Перемешивать его дальше в процессе не надо. Ничего с него сливать. Если вы взяли хорошее свежее мясо, соответственно, в нем не будет никакой жидкости, никакой воды. И ничего сливать с него тоже не надо. Вот просто пусть оно так солится. Итак, друзья, через пять дней мы с вами продолжим. Все, отлипло. Можно приступить. Посмотрите, какое мясо красивое после засолки. Вообще супер. Просто идеальное. Приступим к измельчению. Свинину и говядину измельчаем на мясорубке с максимально мелкой решеткой, которая у вас есть. В данном случае я использую решетку 2 мм. Мясо аж светится. Посмотрите, какой фарш красивый. Просто супер. Фарш готов, друзья. Теперь подготовим шпик. Шпик нарезали очень мелко, кусочками где-то 2-2,5 мм. Но вот реально очень меленько. Теперь надо его подготовить. Как видите, шпик резали мы его подмороженным, охлажденным хорошо. Потому что иначе его мелкими кусочками не порежешь. И теперь он вот такой вот слипшийся, совершенно непригодный для колбасы. Перекладываем его в дуршлаг. И теперь кипятком хорошенько ошпариваем. В процессе ошпаривания у нас вот эти вот все кусочки будут распадаться. Шпик превратится уже в отдельные кусочки сала, которые пригодны для вымешивания и набивки колбасной оболочки. Видите, как он разлипается. Обдаем его хорошенько кипятком, промываем ледяной водой. И после этого приступим к вымешиванию. Вымешивание очень важный этап при приготовлении любых колбас. Вымешивать фарш надо очень тщательно. Я буду использовать тестомесильную машину. Можно использовать миксер ручной с насадками для замешивания теста. Ну или можно это делать вручную. Но вручную это делать очень долго и неприятно. То есть вот на этом тестомесе, который у меня стоит на заднем плане, я буду вымешивать. Ну в общем я забегаю вперед, все по порядку. Сейчас обдадим шпик ледяной водой. И приступим к вымешиванию. Ошпаренный шпик поместил в емкость тестомеса. Вымешивание буду делать в два этапа, так как большой объем мяса у меня. Беру половину фарша. И половину специй. Специи конечно надо было на весах развесить. Что-то я не подумал об этом. Возьмем на глаз половину. Все равно потом этот фарш смешается. Вот примерно вот так вот. Все это помещаем в миксер. И запускаем процесс. Ага, надо в розетку включить. Почитайте, китайцы сделали тестомес, он без розетки не работает. Я в шоке. Это написано Австрия, но я не верю этому. Так вот, приступаем к вымешиванию. Вымешивать буду где-то в районе 10 минут. Очень важно, друзья, смотрите, фарш охлажденный. Мясо находилось в холодильнике при температуре 4-5 градусов. Важно фарш не перегреть. Если в процессе измельчения на мясорубке у вас фарш нагрелся, лучше его подостудить. То есть температура фарша не должна в процессе помола и в процессе вымешивания превысить 10-12 градусов. В результате получаем вот такой вот фарш. Смотрите, шпик идеально полностью весь вмешан в фарш. И представляет сейчас с ним одно целое. То есть теперь он не будет у нас не выпадать из колбасы. Он будет тоже с колбаской как бы одним целым. Хорошо вымешанный фарш, в который мы добавили специи, оставляем, переместим сейчас в контейнер. И еще на сутки оставляем в холодильнике, для того, чтобы раскрылись специи. Тоже при температуре 4-5 градусов. На следующий день фарш готов. Напитался пряностей, но резкого запаха нет. Подготавливаем колбасу к набивке. Сейчас перемещу фарш-шприц. И набивать будем в коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. Предварительно замочили ее в теплой воде. Замачивать надо буквально минута-две, дольше не надо. Итак, сейчас переместим фарш и продолжим. Фарш в шприце, подгоняем его к концу цевки. Аккуратненько я в этом моменте всегда газую. Тут газовать не стоит. Оболочку мы нарезали на предполагаемые размеры батона. То есть в данном случае 40 см батон плюс завязка. Сыровел надо набивать достаточно плотно. И вот недавно подписчики задавали вопрос, для чего в колбасу добавляют, ну вообще в колбасные изделия добавляют аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота, это пищевая добавка Е300. Добавляется для контроля процесса окисления. То есть человеческим языком, когда колбаса, вот батон колбасы лежит в магазине, надрезанной на полке, чтобы он не терял свой цвет. Чтобы при взаимодействии с воздухом, с кислородом колбаса не темнела. Это единственная необходимость добавлять. Ну или в нарезке. Когда вы нарезали колбасу на стол, если она постоит там часок-другой, то она немножко потемнеет. Если добавлять вот эту вот Е300, аскорбиновую кислоту, то этого окисления не происходит. Поэтому я считаю, что в домашних колбасах, ну это совершенно не обязательно. То есть основная цель добавки, это вот когда колбаса лежит на полке, ну в холодильнике, в витрине, срезом к покупателю, чтобы она не теряла вот этот вот срез, чтобы он не темнел, чтобы он оставался красным. То есть, чтобы не нейтрализовалось действие нитритной соли. Вот так вот плотненько набиваем все оставшиеся батончики. После того, как все колбаски набиты, производим вязку. Вязку производим леным шпагатом. Желательно затягивать хорошо. Я уж не вижу там твои руки. Затягивать хорошо и оставлять хвостики, потому что после осадки нам придется колбасу немножко подтягивать. Ну, 99% что придется. То есть берем, можешь как-то, чтобы на камеру было видно. Берем хвостик оболочки, подтягиваем, подкручиваем. За счет подкручивания уплотняем батон. И только после этого перевязываем его. Конечно, эту процедуру лучше делать вдвоем. Некоторые колбасники делают самостоятельно, но я себе не представляю, как это сделать самостоятельно. В результате получаем вот такие вот батончики. Теперь, друзья, колбасу отправляем на осадку. Осадку будем производить желательно, чтобы она висела в вертикальном положении. Осадку производим 5 дней при температуре 4-6 градусов. То есть это нижняя полка холодильника. Грубо говоря, берете самую нижнюю решетку и снизу к решетке в холодильнике подвешиваете колбаску. Она будет висеть, за счет этого она будет самоуплотняться. Потом я покажу, здесь образуется небольшая пустота, и мы сможем ее подвязать, чтобы колбаса перед следующим этапом обработки максимально уплотнилась. Итак, обвязываем все колбаски, получаем готовые батончики. На осадку на 5-6 дней. В нашем случае мы отправляем на 5 дней в холодильник. При температуре у нас там будет 5-6 градусов. Через 5 дней советская колбаса высшего сорта готова к копчению. Смотрите, она у нас висела в холодильнике, и вот здесь вот сверху немножко появилась пустота. Мы подтянули ее дополнительной веревочкой для того, чтобы уплотнить батончик. Если этой пустоты сверху не появилось, то этого можно не делать. Сегодня утром на 3-4 часа мы переместили колбасу в комнату, и дали ее отеплиться при комнатной температуре. То есть эта процедура тоже обязательно не помещайте сразу в колбасу в коптильню. И сейчас будем коптить. Я запустил коптильню, и будем коптить 12 часов в колбаску при температуре 18-20 градусов. То есть практически при комнатной температуре. Горячее копчение здесь, естественно, не нужно. Вот сейчас уже дым заполняет. И через 12 часов, друзья, я покажу, что получилось. После 12 часов копчения советская высшего сорта вот так вот замечательно выглядит. Вообще отличная структура. Нравятся мне очень батончики. Ну, просто супер. Я думаю, что и колбаса получится отличная. Друзья, нам с колбаской остался последний этап. Осталось ее завялить. Вялить будем ее в вертикальном положении в камере для вызревания. Если нет камеры, то условия надо создать примерно следующие. Температура 10-12 градусов, влажность 70-75%. Это идеальные условия для того, чтобы колбаса хорошо завялилась. Вялить будем в течение 30 дней. То есть на 30 дней помещаем ее вот в такие вот условия. Как создать можно такие условия? Ну, это может быть просто холодная комната. Может быть подвал. Может быть погреб. Главное, чтобы там не было плесени, чтобы стены не были, чтобы не было очень сыро, стены не были покрыты плесенью. Также, если в обычный холодильник на дно холодильника ставишь, ну, допустим, какой-то поддон, туда килограмм соли, литр воды, то в течение 2-3 недель эта конструкция поддерживает именно влажность 75%. Уже проверяю. Сейчас как раз строю камеру для сыровяла отдельную новую, но об этом отдельно. Если нет такой возможности, что мы делаем? Верхняя полка холодильника. Пищевой контейнер. Обычный пищевой контейнер. На день контейнер закрываем на верхней полке в холодильнике, чтобы поднялась влажность. На ночь контейнер открываем, ну, чуть-чуть крышечку сдвигаем, влажность уменьшается. И таким образом каждый день в этом контейнере, то есть, понятно, это будет не идеальные условия, но они будут близки к тому, чтобы колбаса у нас завялилась. То есть, ну, без разницы, день-ночь, какую операцию делать. То есть, 50% суток контейнер полуоткрыт, 50% суток закрыт. На верхней полке холодильника, конечно, температура немножко пониже, чем 10-12 градусов, то есть, там будет 6-7, но все равно верхняя полка у нас самая теплая. Смотрим, чтобы колбаса не покрывалась такой ярко-красной упругой корочкой, не образовывался так называемый закал. То есть, если у нас влажность будет значительно ниже, начнет образовываться закал. Что можно сделать? Помещаем в контейнер какое-нибудь блюдце с водичкой. Таким образом, повышаем влажность. Если закал еще, ну, как бы, не катастрофический, если не произошел полный закал, а он только начал образовываться, то это мероприятие спасает нашу колбаску. Ну, вот как-то так. Мы ее помещаем в камеру для вызревания колбас. То есть, у нас идеальные условия, в принципе, созданы. Ну, не идеальные, конечно, идеальные условия создать сложно достаточно, но близкие к идеальным. Помещаем на 30 дней, и через 30 дней будет отдельное видео с дегустацией советской колбасы высшего сорта по рецепту 1938 года. А пока я в этой колбасе уверен. Ну, как бы получилось, сейчас я вижу, что результат будет отличный, но в любом случае дегустация будет. Пока с удовольствием вам представляем полный рецепт пошагового приготовления сорокопченой колбасы советской высшего сорта. Надеюсь, друзья, что видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!